Здравствуйте, меня зовут Петренко Атолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет проект, изучая ПЛК-контроллер, электронику, электротехнику. Сегодня поработаем с дешевым ПЛК-контроллером из Китая, производства LALETI, это контроллер FX3U24MT, и попробуем по 485 интерфейсу протоколу MatBus RTU записать значение одного регистра в OPC сервер Master OPC Universal MatBus сервер, демо-версия. Итак, в программе GXL Works 2 мы создаем такую простенькую программку. Контроллеры LALETI не поддерживают язык программирования ST, поэтому будем писать на языке программирования LD. Вот у нас есть маркер 8002, он выдаст один импульс при переходе контроллера из режима STOP в режим работы, вернее, просто при включении контроллера переходим в режим работы, и маркер 8002 выдает один импульс. Дальше у нас здесь две функции MOVE, MOVE перемещение значения, вот это значение H в 16-черечной системе исчисления 8081 мы запишем в специальный регистр D8120. Этот регистр, согласно инструкции, у нас настраивает, задает сетевые параметры 485 интерфейса, воспользуемся вот такой программкой. Здесь у нас в инструкции регистр D8120 разбит по битно, и смотрим, что у нас здесь. У нас количество бит данных, если мы ставим единичку, вот здесь единичка, то это у нас 8 бит данных. Дальше контроль чётности, если 2 0, то не используется, если 0 1 не чёт, 2 единицы чёт. 2 0 у нас контроль чётности не используется. Дальше ставим 1 0, это у нас количество стоп бит. Будет 1 стоп бит. Скорость передачи данных я установил, единица, за ней 3 0. Вот у нас это значение. 9600. Дальше у нас бит 8, бит 9, бит 10, бит 11. Я их не заполняю, поэтому 4 0. И дальше вот у нас протокол. Я буду пользоваться функцией AVWR для записи значения в описи сервер. И мне тогда ещё нужно установить единица 3 0. Вот у нас эта единица 3 0. В 64-шечной системе числения это получается значение 8081. Согласно вот этой таблице. Я это значение записываю в регистр, перемещаю в регистр, специальный регистр D8120, и также перемещаю специальный регистр, значение 1000, в регистр D81209. Это тайм-аут, делаю 1 секунду. Дальше по активации маркера 8122. Этот маркер активирует у нас функцию записи IVWR. Мы произведём запись. Функция записи IVWR. Это у нас функция работы с частотными преобразователями, но я думаю, что буду её использовать и для других целей, так как она поддерживает протокол МОДБАС РТУ. Здесь у меня значение А16-ричная система, числение и 106. Что значит 106? Единица это адрес устройства в сети, 06 это функция записи одного регистра. К1, это уставка, куда мы будем, константа, куда мы будем писать значение. То есть я буду записывать значение с регистра D0 в первый регистр подчинённого устройства. Вот это К1, мне пока ещё не очень понятно. В инструкции вроде это указывает номер используемого интерфейса, но мне непонятно, поддерживает ли данная функция запись нескольких регистров, то есть функция записи 10. И если поддерживает, то где мы устанавливаем количество регистров, но пока, судя по инструкции, это у нас К1, интерфейс 485. Давайте запустим наблюдение. Так, старт мониторинг. И пока вернёмся к APC серверу, остановим, посмотрим на него. Здесь у нас коммутационный узел, я использую преобразователь USB-VRC 385, он определится как Comport 2, настройки сетевые скорость 9600, данные 8 бит данных, контроль чётности не используется, 1 стоп бит, так как мы настраивали в GXWORKS 2. Дальше устройство. Устройство у нас первое. И обращаем внимание, что в конфигурации это у нас коммутационный узел RTU Slave, то есть подчинённое устройство. Адрес единица и тег. Первый тег с такими настройками. Дальше запускаем APC сервер. Возвращаемся к GXWORKS 2. Изменим значение регистра D0. Выделяем его и нажимаем вот эту кнопку. Предположим, у нас значение будет 256. Дальше нам нужно активировать запись этого регистра. Выделяем маркер 8122. Нажимаем вот эту кнопку. И включаем его. У нас произошла активация функции записи. И значение 256 записалось в первый регистр мастера PC сервера. Ну и предположим, запишем значение 512. установим это значение и дальше активируем маркер 8122. Значение поменялось. На этом наше небольшое видео завершаем. Спасибо.